Несколько тысяч несовершеннолетних жителей края ежегодно проходят медицинскую реабилитацию. И это не только дети-инвалиды, но и целой категории нуждающихся заболеваниями опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха, соматическими и постковидными проблемами, онкологии. Где и как можно восстановить здоровье ребенка, насколько это доступно и какие возможности и проблемы есть у современной системы реабилитации детей в нашем регионе, узнаем у Дмитрия Паршина, главного внештатного детского специалиста по медицинской реабилитации Министерства здравоохранения края. Здравствуйте, Дмитрий Владимирович. Добрый день. Ну, тема медицинской реабилитации, то есть, по сути, восстановительной медицины. Первый вопрос о том, насколько она вообще в целом представлена в нашем регионе. В Алтайском крае медицинская реабилитация детей представлена. Я бы хотел начать с того, что есть этапы медицинской реабилитации. Первый этап – это тяжелые состояния. Это проводится на уровне реанимационных отделений, палат интенсивной терапии в специализированных отделениях. И этот этап у нас логично представлен на базе Алтайского краевого клинического центра охраны материнства и детства. Это многопрофильная краевая клиника детская, где находятся дети с различной абсолютно патологией, куда стекаются самые тяжелые заболевания. И там проводится, вот в том числе, первый этап медицинской реабилитации осуществляется там. На втором этапе медицинской реабилитации – это специализированная медицинская помощь в условиях специализированных отделений нейрореабилитации, допустим, реабилитации опорно-двигательного аппарата, где проходят дети восстановление после переломов, травм или хирургических лечений на опорно-двигательном аппарате. Также есть направление соматической реабилитации, но оно у нас сейчас не представлено на втором этапе, ввиду отсутствия площадей пока. То есть у нас в перспективах это заложено обязательно. И есть третий этап медицинской реабилитации – это уровень поликлиники. То есть там наиболее легкий случай представлен, наиболее легкие степени тяжести ребятишек с различными заболеваниями. И в прошлом году у нас было открыто пять отделений медицинской реабилитации третьего этапа – это в поликлиниках городской детской больницы номер один, третья городская детская поликлиника, четырнадцатая поликлиника, девятая детская поликлиника и пятая детская поликлиника. В принципе, вот из всех существующих у нас все направления представлены в крае? У нас существует пять направлений. Первое – это нейрореабилитация. Это дети с поражением центральной и периферической нервной системы. Второй этап у нас представлен на базе краевого психоневрологического детского санатория, санатория Медуницы, город Трубцовск. И, конечно, есть отделение в Алтайском краевом центре охраны материнства и детства. Есть направление ортопедической реабилитации опорно-двигательного аппарата. Данный вид реабилитации проводится на базе клиники «Территория здоровья». Есть направление соматической реабилитации. Второй этап, я сейчас подчеркиваю, у нас пока не организован ввиду отсутствия площадей просто, но заложено в перспективе развития обязательно. И есть направление реабилитации онкологических пациентов. Однако их не настолько много, и мы можем проводить реабилитацию онкологических пациентов в зависимости от локализации. Допустим, если это онкология центральной нервной системы, мы берем в нейрореабилитацию. Если это будет онкология соматическая, какого-то внутренних органов, могут реабилитироваться в отделениях соматической реабилитации и так далее. И реабилитация органов чувств. Это органы слуха и зрения. Реабилитация органов зрения у нас представлена на третьем этапе. Если на втором этапе особенность, то, что это должно быть специализированное отделение по какому-то профилю, то третий этап такой специализации не требует. Вот эти отделения, которые сформированы у нас на базе детских поликлиник, они проводят реабилитацию по всем направлениям. Ну, то есть, в принципе, есть все направления, только где-то нет специализированных учреждений. Второго этапа пока еще нет, но она обязательно будет. Насколько вообще комплексно, основательно, скажем так, можно получить восстановление здоровья? Просто помнится, вот еще несколько лет назад на своей практике журналистка, я знаю, снимала такие материалы о том, что родители многих деток возили на реабилитацию федеральные центры. Вот что вы можете сказать по этому поводу? Ну, эта история не новая. Люди всегда ищут то место, где будет лучше. Это касается не только лечения, но и поиска работы, и каких-то других условий. Вот поэтому люди ездили в федеральные центры, люди ездили в другие регионы. Но я вам скажу, что, возвращаясь даже из федеральных клиник к нам, есть пациенты, которые говорят, мы больше никуда не поедем, у нас здесь есть все, что нам нужно. Ну, то есть, по уровню мы не уступаем? Ну, конечно, федеральная клиника более высокого уровня и оборудование там иное, да. Но мы оказываем ту помощь, люди видят эффект от нашей работы и не видят смысла в каких-то далеких поездках. Но вы все-таки, бывает, что вы направляете в каких-то случаях? Конечно. И порядком регламентированы у нас такие варианты. Если случаи тяжелые, то проводятся телемедицинские консультации, пациенты могут направляться в федеральные клиники. То есть, в таких особо тяжелых состояниях случаев? Да. А вот как как раз по состоянию ребенка понять, что он нуждается в реабилитации? Понятно, если это тяжелые случаи, о которых мы выше говорили, но если это какое-то легкое отклонение? Для этого есть специально обученные люди. Это врачи-педиатры по месту жительства, которые могут направить на консультацию, допустим, в отделе к врачу по медицинской реабилитации и там уже определяться с тактикой ведения. Вот могу ошибаться, но знаю, что в восстановительной медицине для взрослых есть еще такое направление, как реабилитация после ДТП. Вот что-то в плане детского здоровья есть, существует такое? Специально реабилитации после ДТП не существует, потому что любая травма, она может быть очень многогранной, тем более автодорожная. Это может быть сотрясение головного мозга без повреждения костей черепа, либо костей скелета. А может быть травма, именно скелетная травма. И тогда нужно будет реабилитировать такого пациента в условиях отделения, занимающегося реабилитацией опорно-двигательного аппарата. Характер травм. Конечно. Если это, допустим, черепно-мозговая травма средней или тяжелой степени с формирующимися неврологическими осложнениями в виде парезов, параличей, то, конечно, это будет проводиться реабилитация в условиях отделения нейрореабилитации. Вся ли реабилитация, все ли необходимые какие-то упражнения, манипуляции предоставляются родителям детей бесплатно? То есть родители не оплачивают ее? Да, это совершенно бесплатно для родителей, для пациентов. Проводится в рамках обязательного медицинского страхования. То есть никаких дополнительных средств от родителей не требуется. Что можно в целом сказать о состоянии современной системы реабилитации детей в нашем крае? На чем она вообще сейчас, на решении каких вопросов она сейчас сконцентрирована? Мы находимся в состоянии становления. Это относительно новое направление, и поэтому мы развиваемся. Как в любом другом российском регионе, конечно, у нас есть проблемы, и у нас есть чат главных внештатных детских специалистов по медицинской реабилитации, и озвучиваются одни и те же проблемы со всех территорий. Во-первых, это, конечно, кадровый дефицит. Дефицит сотрудников медиков с высшим и средним медицинским образованием. Такого, чтобы дефицита технологий или еще чего-то такого, ну, нет. Оборудование у нас в рамках программы доступной медицинской реабилитации. Было закуплено оборудование в прошлом году в Алтайский краевой клинический центр охраны материнства и детства. В этом году будут оборудоваться, ну, оснащаться оборудованием краевой психоневрологической детской санатории. Последующие года запланировано там до 25-го года оснащение медицинским оборудованием для реабилитации санатория Медуница, город Рубцовск, и медорганизации третьего этапа. Ну, а оборудование отечественное или импортное? Просто вот еще год назад поставка импортного оборудования, были определенные проблемы. Вот в этом смысле как? И что касается, допустим, квалификации сотрудников, было ли такое, что обучение, например, где-то проводилось за границей, как сейчас? Если вдруг там, ну, какие-то вот моменты политические, не повлияли ли они? Ну, обучение за границей целенаправленно, сколько я знаю, у нас не проводилось, таких нет. У нас обучение тоже регламентировано определенными порядками. Но я хочу сказать, что, допустим, вот в прошлом году, только в прошлом году, у нас проучилось 10 человек с высшим медицинским образованием, в том числе и я, по физической реабилитационной медицине, тысячу восемь часов. То есть прошли вот этот цикл. Прошло обучение 8 медицинских сестер по физической реабилитационной медицине. В этом году также проводится обучение. Обучение будет планироваться и на последующие годы. Помимо этого проводятся конференции. То есть в частности, в том числе и я провожу эти конференции. И она запланирована на осень, когда приезжают специалисты из разных регионов, делятся опытом своим, привозят какие-то новые технологии, рассказывают об этом. То есть процесс обучения идет непрерывно. Также мы сейчас имеем возможность дистанционного обучения, посещения вебинаров, а их сейчас проводится очень много. И возможности обучения в настоящее время, они, в общем-то, ограничиваются только желанием или нежеланием данного конкретного специалиста. Просто при разработке, скажем, каких-то новейших методик, наверняка вы тоже в этом направлении постоянно работаете, да, как-то их совершенствуете. Учитывается ли опыт зарубежных коллег? Обязательно. Обязательно. И здесь можно сказать то, что, конечно, политика, это события, они не помогают, да, но все равно контакт поддерживается, какие-то технологии они передаются. И также, насколько я знаю, зарубежные коллеги пользуются и нашими российскими наработками. Поэтому процесс взаимообмена информации, он постоянный. Налажен. В плане оборудования, я так понимаю, тоже нет вопросов, да? Да, оснащаемся, что есть, освежаем оборудование, приобретаем новое. Ну, оборудование, хочу сказать тоже, что оно регламентировано приказами, порядком организации медицинской реабилитации детей. В завершение нашего разговора, на ваш взгляд, вот насколько доступна сегодня реабилитация детская в нашем крае? В принципе, доступна. И если у тебя есть желание, если у тебя есть желание, то получить медицинскую реабилитацию возможно. Основная масса детей, конечно, это двигательные нарушения, это церебральные параличи. Единственное, я бы хотел еще раз остановиться на том, что перечень нозологии, заболеваний, он регламентирован приказами Минздрава Российской Федерации. Часто обращаются родители детей с психическими заболеваниями, говоря о том, что у нас дети инвалиды, мы имеем право на реабилитацию. Но приказами нашими не регламентирована реабилитация психических заболеваний. Этим занимаются психиатры, медицинская реабилитация, я подчеркну, медицинская реабилитация именно. Этим, работой с такими детьми занимаются психиатры, и здесь требуется социальная реабилитация, педагогическая реабилитация таких детей, но не медицинская. И мы с вами проговаривали о направлениях, да, это нейро, это опорно-двигательный аппарат, соматика, органы чувств, да, и онкология. Всем остальным родителям просто что нужно знать? Очень кратко, вот как получить реабилитацию, каков алгоритм действий, куда обращаться? Надо обратиться либо к своему педиатру по месту жительства, да, и попросить, чтобы они организовали запись на медицинскую реабилитацию, либо напрямую позвонить в клинику, которая занимается, это санаторий психоневрологический детский город Барнаук, санаторий Медуница, город Трубцовск, и Алтайский краевой центр охраны материнства детства город Барнаук по нейрореабилитации. Ортопедическая это территория здоровья. Спасибо за эту беседу, а я напомню, что о детской реабилитации в нашем крае мы разговаривали с Дмитрием Паршиным, главным нештатным специалистом по медицинской реабилитации детей Министерства здравоохранения Алтайского края. До свидания.